Программа «Город 112» в эфире. В ближайшие 10 минут я расскажу о том, что произошло в Краснодаре к этому часу. Вот о чем пойдет речь в этом выпуске. Неоправданный риск участнику гонки на мотоциклах оторвало ногу. Засада педофилу. Краснодарцы задержали мужчину, который развращал мальчиков в интернете. Обманули на 64 миллиона. Создатели финансовых пирамид будут судить по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Любители интима с детьми поймали краснодарцы. Жители района краевой больницы рассказали, что задержали мужчину. Который развращал мальчиков. Первым информацию о подозрительном человеке опубликовал 16-летний подросток. На парня вышел 31-летний мужчина, поинтересовался его возрастом и предложил интимные отношения. Молодой человек сразу обратился за помощью к друзьям постарше. Они назначили место встречи и устроили засаду. После того, как задержали, сдали в полицию. По словам парня, которому писал мужчина, есть и другие молодые люди, получавшие от него послания. Правоохранительные органы и Следственный комитет пока информацию не подтвердили, но и не опровергли. На 10 лет попасть за решетку могут двое молодых людей, которые решили ограбить пивной магазин. Нападению подверглась торговая точка на улице Ставропольская еще месяц назад. Но продавцы решили не сообщать хозяину и сами возместили причиненный ущерб. Он составил порядка 30 тысяч рублей. История стала известна владельцу магазина только спустя месяц. Он и обратился в полицию. В течение нескольких часов установили личности и задержали предполагаемых разбойников, которыми оказались 28-летний уроженец Амурской области и 24-летний уроженец Удмурской республики. Задержанные молодые люди наотрез отказались признавать факт своего участия в налете на торговую точку. Однако под давлением неопровержимых доказательств, видя имеющиеся у следствия видеозаписи и показаний потерпевших, написали явку с повинной. Налетчиков зафиксировала камера наблюдения, установленная на входе в магазин. На кадрах видно, что молодые люди заметили ее и пытались прятать лица. Они ворвались в магазин, стали угрожать предметом, похожим на пистолет, и потребовали деньги из кассы. Продавец отдала им выручку за предыдущий день около 30 тысяч рублей. Охранник магазина пытался помешать налетчикам, но они нанесли ему несколько ударов и сбежали. Молодые люди уже больше шести лет живут в Краснодаре. Один из задержанных привлекался к уголовной ответственности за угрозы физической расправой. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса «Разбой». Создатели финансовых пирамид не уйдут от наказания. Прокуратура края утвердила обвинительное заключение в отношении двоих местных жителей. Судить их будут по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Следствия считают, что именно они обманули краснодарцев на миллионы рублей. С ноября 2011 по март 2015 года молодые люди организовали работы кредитных кооперативов. Офис капитала вначале находился в центре города, на улице Ливаневского, позже переехал на Селезнево. А второй, юбилейный, размещался на улице Ставропольской рядом с администрацией Центрального округа. Пайщикам обещали высокие проценты по вкладам. За время работы удалось привлечь больше сотни человек. Люди вложили свои средства, но никаких выплат не получили. Общая сумма похищенного свыше 64 миллионов рублей. Рассматривать уголовное дело будет Советский суд Краснодара. Мотоциклист из Краснодара пострадал в ДТП в горячем ключе. Двое молодых людей решили устроить гонки на одну из улиц города. Вначале они ехали параллельно друг к другу, но потом столкнулись. Один из мотоциклистов ехал в машину, а обоих байкеров травмы. Один из них житель станицы Саратовской, ему 25 лет. В результате аварии ему оторвало ногу. Сейчас он находится в реанимации. Второй участник столкновения, 35-летний краснодарец, пострадал не так серьезно. У него ушибы мягких тканей. В причинах аварии разбираются полицейские. Серьезное столкновение на Калинина и Каляева. Видео последствия аварии появилось в одной из социальных сетей. На кадрах видно, что внедорожник с московскими номерами лежит на крыше. Рядом большегруз, у которого есть повреждения кабины. По предварительным данным госавтоинспекторов, пострадавших в этой аварии не было. О других авариях, которые произошли за выходные и которые попали в поле зрения камер ЕДДС, далее. Не поделили практически свободную дорогу на улице Вишняковой, столкнулись две легковушки. На кадрах видно, как одна из них пытается совершить поворот направо. Подрезает сначала серебристое отечественное авто, а потом темную намарку. Во второй раз ДТП избежать не удалось. На пересечении улиц Красной и Бабушкина у памятной арки аварии с участием эвакуатора. Явное нарушение дистанции стало причиной столкновения. Стоит отметить, что легковушка пострадала не сильно. Практически через полчаса на этой же Красной, только на пересечении с Гаврилово у цветочных часов, авто сбило мотоциклиста. Видимо, водитель хэтчбека не считает этот вид транспорта полноценным участником дорожного движения. Хорошо, что удар оказался не сильным, мотоциклист не пострадал. Участники ДТП освободили дорогу через 15 минут. Слишком торопился и водитель белого хэтчбека, проигнорировал правила соблюдения дистанции и врезался в притормозивший перед ним автомобиль. В итоге водители и их пассажиры потеряли время. От этого мощного удара белый хэтчбек развернуло на 360 градусов. Седан на хорошей скорости практически протаранил иномарку недалеко от театральной площади. На место аварии прибыли медики, пожарные расчеты, сотрудники ГИБДД. Госпитализация не понадобилась. Медпомощь пострадавшим была оказана на месте. Вот так занесло. Вроде бы и дорога сухая и помехнет. Тем не менее, эта иномарка вылетела на остановку и врезалась в рекламный щит. Авария произошла в начале 9 вечера в субботу. К счастью, в это время на остановке никого не было. Занесло и эту иномарку на Тургенево и Стахановское авто. Врезается в ограждение. Его разворачивает на 180 градусов. Пострадавших в этом ДТП нет, но автомобилю понадобится серьезный ремонт. Очень спешил водитель отечественной шестерки, двигаясь по красной. Он так втопил педаль газа, что не успел затормозить и врезался в иномарку. От удара она по инерции продолжила движение. Непонятно, какими правилами руководствовался водитель этой иномарки, но ехал он очень странно. В итоге не вписался в поворот, пересек двойную сплошную и практически выехал на встречную полосу, где и столкнулся с седаном. Больше 600 миллионов рублей долгов по зарплате удалось выплатить в Краснодарском крае в этом году. Таковы результаты прокурорских проверок деятельности предприятий и организаций. Было проверено 965 компаний, выявлено 10 тысяч нарушений, сообщает Краевая прокуратура. К административной ответственности привлечено 648 лиц, а к дисциплинарной – 355. Четыре руководителя дисквалифицированы. Возбуждено 33 уголовных дела. Кроме того, прокуратура выявила, что сотрудники Краевой трудовой инспекции некоторые предприятия проверяли не в полном объеме и не реагировали на обращения граждан. В результате 7 должностных лиц понесли дисциплинарные наказания. На этом все. Соблюдайте законы и смотрите «Город 112». О новых происшествиях расскажу в очередном выпуске. Увидимся в 18.30. Субтитры создавал DimaTorzok